В Тверской области ведутся работы по сканированию и созданию 3D-моделей памятников «Солдату». Всего в регионе их насчитывается около 400. Проект осуществляется совместно с детским технопарком «Кванториум». Тему продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. Первый этап – это проработка маршрута плана, осмотр местности через карты, где расположен памятник. После собирается оборудование и группа выезжает на место. Обычно многие памятники большие – около 3 метров. Поэтому для сканирования применяются комбинированные технологии. Это непосредственно сам сканер и квадрокоптер. Наша основная цель – это сохранить в цифре тот памятник. Поэтому мы все эти данные консолидируем в одном трехмерном объекте. И потом начинается такой вот нудный, рутинный процесс доработки его уже того состояния, чтобы можно было, скажем, использовать тем же реставратором для реставрации. Для создания трехмерных моделей памятников используется метод фотограмметрии. Процесс создания 3D-модели из нескольких изображений одного объекта, сфотографированного с разных углов. Полученные данные обрабатываются в специализированных программах для печати на 3D-принтере. Мы его заливаем в ванночку. Он потихонечку расплавляется по всей этой ванночке. И с помощью лазера начинается спекание его на определенных слоях. И так формируется наша моделька. На данный момент отсканирована братская могила в селе Рождество Тверской области. И создана его 3D-модель. Человек, который будет заниматься реставрацией, может просто эту модельку загрузить в этот промышленный 3D-принтер. И принтер сделает 95% работы за него. Он сэкономит самый ценный ресурс, в данном случае, временной. Проект осуществляется по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени. Процесс направлен на сохранение и восстановление воинских захоронений. По мнению главы региона, необходимо наладить системную работу по ремонту и реконструкции воинских захоронений региона. В течение 3-х, максимум 5-ти лет, мы сможем обновить все наши памятные места, все монументы, которые относятся к увековечению памяти героев Великой Отечественной войны. Благодаря 3D-сканированию будет обеспечено сохранение памятников, в том числе с изображением солдата, в первоначальном виде. Это позволит в будущем провести реставрацию объектов в соответствии с их историческим обликом.